Здравствуйте! Уже через неделю, а именно со 2 по 17 мая в Баку во второй раз состоится Европейский фестиваль толерантности Imagine. И сегодня в рамках программы «В тему» мы поговорим с первым советником представительства Евросоюза в Азербайджане Денисом Даниэлидисом, менеджером по связям с общественностью United Cultures Орханом Набиевым и пиар-менеджером Парк Синема Лалой Олег Первой. И узнаем, что это за фестиваль, какие задачи ставят его организаторы и что ждет интересного гостей мероприятия. Здравствуйте еще раз! Спасибо большое, что согласились дать нам интервью. Всем запомнился фестиваль прошлого года. Господин Дениэлидис, скажите, пожалуйста, чем фестиваль этого года будет отличаться от прошлого? Чем вы будете удивлять на этот раз? Ну, мы должны всегда говорить, что второй лучше первого. Поэтому я думаю, что этот фестиваль будет значительно лучше, потому что мы знаем, какие моменты предыдущего фестиваля мы должны улучшить. Этот фестиваль действительно отражает вот это желание. Будет намного больше фильмов, намного больше стран, участвующих. Будет очень много мероприятий, которые позволяют встречу между культурными деятелями, странами, которые участвуют в фестивале. Очень много интерактива. И поэтому я думаю, что этот фестиваль будет значительно лучше. Вот я могу, например, сказать, что у нас в рамках этого фестивала у нас будут два концерта, которые будут уникальны. И когда говорю уникальны, это действительно так. Впервые две музыки, очень известные музыки мира, музыка из Андес, Перу и Боливии, и музыка Рембетико из Греции встречают мугам. Будут два уникальные концерта в рамках этого фестивала в Мугам-центре 4 и 6 мая, в которых музыканты этих стран и музыканты ажербайзанских, они будут стараться найти общие элементы между этими музыками. И думаю, что это уникально. Это впервые. А вот в этом году фестиваль будет длиться дольше, 16 дней. В прошлом году он был 9 дней. С чем это связано? Слишком много интересов, слишком много мероприятий, мало времени в первом году. И поэтому мы решили продлить время, чтобы люди имели возможность посетить больше мероприятий. Орхан, скажите, пожалуйста, были ли вы довольны прошлым фестивалем? Естественно. Несмотря на то, что прошлый фестиваль прошел за короткий срок, и было очень много мероприятий, и очень было много проблем с тем, что мы делали это впервые. У нас было очень мало опыта. Но он очень сильно запомнился у жителей в Баку, и не только у содержителей Баку. Мы из-за того, что этот фестиваль был и уникальным, этот фестиваль, автор-муви этого фестиваля, этот репорт, мы даже... Денис даже может подтвердить, мы это отправили в Брюссель, и Денис его презентовал в Брюсселе, в Евросоюзе. Он очень там сильно понравился. Значит, этот фестивал, он отличился своей насыщенностью, он отличился интерактивностью. И мы хотим сохранить этот курс, чтобы продолжить и в этом фестивале, и в дальнейшем. Я хотел тоже добавить то, что мой хороший друг и коллега Орхан сказал, что это единственный фестиваль этого вида, который Евросоюз поддерживает по всему миру. Мы пионеры в этом. И я должен тоже сказать, что выбор Баку для этого фестиваля не случайный. Мы хотим каким-то образом поблагодарить городу за огромную традицию толерантности межкультурного и межконфессионального диалога. И я думаю, что этот фестиваль нашел очень правильное место проведения. Поэтому я думаю, что этот элемент очень важен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь я думаю, вопрос каждому из вас. А какие у вас ожидания от этого фестиваля? У меня ожидание, это чтобы этот фестиваль, первый, стал традицией, чтобы был ежегодный фестиваль. Второй, чтобы еще больше страны присоединились. Третий, чтобы азербайджанские культурные деятели тоже участвовали и побольше был общих проектов. И четвертый, надеюсь, что будет всегда достаточно публика в наших мероприятиях, потому что, честно говоря, мы все здесь очень старались, чтобы этот фестиваль стал реальностью. Это очень много сил и личных сил. Надеюсь, что у нас будет хорошая реакция публика. Очень много коллег, которые в других странах видят нашу программу, они завидуют нас и говорят, как это возможно, что в Баку у вас столько мероприятий и бесплатные. Поэтому я надеюсь, что публика Баку тоже поймет это. Хочу добавить, что в прошлый раз это было только во Флэм Тауэрс от Park Cinema. В этот раз это также во Флэм Тауэрс в нашем филиале. Но помимо этого мы проводим экранизацию одного из фильмов в Губе. У нас есть филиал кинотеатра в Губе, и один из фильмов будет просмотрен там, показан там. Соответственно, я думаю, что региональным жителям будет также интересно познакомиться с программой фестиваля, быть ближе к этой программе. И я думаю, губинцы оценят это. Да, и в поддержку Луала я хочу сказать, что мои собственные ожидания от этого фестиваля, что этот фестиваль даст очень большое влияние на киноматограф Азербайджана и для любителей кино в Азербайджане. Нет, наше ожидание заключается в том, чтобы продолжить этот фестиваль и в регионах Азербайджана. И мы очень будем стараться, чтобы мы этого добились. К тому же я хотела бы добавить, что этот фестиваль, он несет в себе символ толерантности, объединения мира во всем мире, даже по названию и так далее. Самое большое ожидание, я думаю, все со мной согласятся от этого фестиваля, это сделать этот мир, это объединение лучше. Вот, Лала, вы сказали, что один из фильмов будет показан в Губе. Почему именно в Губе? Мы хотели бы, чтобы те жители, которые там, тоже имели возможность посмотреть один из фильмов. Я хочу добавить, почему именно в Губе. Это инициатива еще и израильского посольства, к тому же, потому что, насколько мы знаем, что в Губе очень большая община, еврейская община. Там живут, некоторые евреи даже называют Губу, силу Красной Слободы, вторым Иерусалимом. Там веками евреи, мусульмане, представители других народов жили в мире и в согласии. И именно, что показ этого фильма в Губе, это тоже имеет свое символическое значение. Да, это как раз то место скопления, то есть разных религий и национальностей, и поэтому это не случайно. Денис, скажите, пожалуйста, по какой схеме вы выбираете дату проведения? В прошлом году это было в октябре, а в этом году в мае. Почему? Это хороший вопрос. В прошлом году главная цель была успеть проводить этот фестиваль уже в течение 2017 года. И мы выбрали этот момент, потому что в Баку очень много мероприятий, очень много фестивалов. И надо действительно найти какое-то место в календаре, которое более-менее свободно. И в конце, думаю, в ноябре проходит очень известный Баку джаз-фестиваль, поэтому мы должны делать это до фестиваля, поэтому мы выбрали этот момент. В этом году мы выбрали на основе больше стратегических элементов. Мы хотели, чтобы этот фестиваль был в мае, потому что 9 мая мы отмечаем День Европейского Объединения. И поэтому главный принцип Европейского Объединения, интеграции как раз, это разнообразие и толерантность. Поэтому я думаю, что прекрасный выбор. Этот День Европы будет как-то касаться фестиваля? То есть будут ли какие-то специальные мероприятия? Будут действительно специальные День Европы. Конечно, День Европы это 9 мая, поэтому совпадает с День Победы. Поэтому мы не сможем 9 мая отметить День Европы, но мы отмечаем 7 мая. Будет очень красивый концерт, конечно, по пригласителям, понимаете это, потому что это большое официальное мероприятие, будет очень интересный концерт, уникальный. Я не хочу дать всей информации, потому что я хочу, чтобы это был сюрприз для тех, которые будут приглашены и будут участвовать на этом концерте. День Европы День Европы Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе фестиваля. Я думаю, этот вопрос я отнесу ко всем. Программа фестиваля, в основном у нас есть 4, я бы сказал, главные векторы, элементы. Первый, это, конечно, фильмов. Будут представлены больше 30 фильмов. Новость, это, что у нас не только европейские фильмы, присоединились очень много стран, третьи страны, как мы называем. Впервые присоединились посольства Соединенных Штатов. Они участвуют с несколькими очень интересными фильмами. Почти все посольства латиноамериканских стран тоже участвуют, которые, резиденты здесь, в Баку, они представляют свои фильмы, очень интересные фильмы. Также присутствуют посольства Швейцарии, посольства Норвегии, посольства Молдовы, Израиля, Соединенных Штатов. Поэтому это значительно больше, чем только европейский фестиваль. Будут несколько фильмов, которые очень интересны. Например, Швейцария представляет азербайджанский фильм, который будет очень интересный. И будет, если не ошибаюсь, премьера, если успеем. Думаю, что успеем. Будет премьера. Очень интересный фильм как раз о толерантности, документальный фильм. Будет представлен, например, очень красивый, поэтический, я бы сказал, фильм французский, очень известный режиссер, философ, фотограф Яна Артюс-Бертон, который называется «Human». Это уникальный фильм, и я очень приглашаю зрителей, кинофилов посмотреть этот фильм, потому что это действительно очень красивый фильм. Есть фильмы, которые показывают разные социальные проблемы, как, например, интеграция беженцев в разных европейских обществах. Проблемы между поколением, матери и дочкой, как все происходит. Проблемы, которые с безработницей, проблемы с рацизмом, проблемы тоже с национализмом. Поэтому существует очень много разных тем. Сценарий тоже фильма, фильмы сняты не только в Европе. Есть фильм, например, очень интересный, тоже я бы посоветовал посмотреть, бельгийский фильм, который снят в Афганистане. Есть фильм, который награжден тоже, короткий фильм, краткометражный фильм, «Венгерский сын», который получил Оскар. Поэтому, я думаю, в этом году у нас действительно очень-очень красивые фильмы. Это первый. Потом есть концерты, которые упомянули раньше. Будут мастер-классы, которые очень интересны. И будет театр, как в прошлом году, и в этом году будет театр. Да, я хочу добавить насчет мастер-классов и насчет театра. Насколько мы знаем, что в этом году, как и было в прошлом году, приезжают режиссеры самих фильмов, или же те люди, которые представляют эти фильмы. Мы ожидаем режиссеров из Латвии, из Литвы, мы ожидаем из Польши, мы ожидаем три режиссера из Бельгии. Эти режиссеры будут представлять фильмы. И параллельно с этим мы договорились с некоторыми университетами в Азербайджане, которые согласились с факультетом кинематографа в университете культуры и искусств. Там будут мастер-классы для студентов. Они будут именно интерактивный контакт с режиссерами, и они будут делиться опытом и знаниями. Эти режиссеры будут показывать стилистику, тематику, технику азербайджанским студентам в этом университете. Кроме того, мы ожидаем очень известного итальянского профессора Карло Фраппи, который очень долгое время работал и в Азербайджане, и в Турции по мультикультурализму и по межнациональному и межкультурному диалогу. Он даже докторскую степень получил. Поэтому он очень долгое время работал в Азербайджане в Центре стратегических исследований, и он хочет представить идентичность и межнародные отношения в сфере мультикультурализма. И азербайджанский мультикультурализм как образец. Мы сделаем этот мастер-класс в университете АДА для молодых дипломатов и в университете языков, именно в факультете языков и межнародных отношений. Я думаю, что эти научные мероприятия, которые будут проходить параллельно с фестивалем, обогащат этот фестиваль и сделают это не только развлекателем, но и образователем, просветительским. Параллельно концерты были упомянуты. Я очень хочу тоже упомянуть, потому что это ожидается очень прекрасный концерт из Перу и из Греции, потому что мы непосредственно работаем с этими артистами, работаем с азербайджанскими известными исполнителями Муама. И мы ожидаем очень такой насыщенный и очень прекрасный концерт. Мы вот именно надеемся на очень большой насыщенный фестиваль. А насчет театра я хочу рассказать, что ожидается очень альтернативный театр, не такой привычный, традиционный. Это будет уличный театр. Мы подготавливаем для жителей нашего города очень такой насыщенный и уличный театр, такая европейская традиция. И мы надеемся, что уличные перформансы в Азербайджане уже станут традицией. И мы ожидаем вот такую насыщенную программу. Я бы хотела лишь добавить пару моментов, потому что наши коллеги уже все, в принципе, сказали. Фестиваль открывают Венгрия и Латвия. И в первый же день от Латвии фильм представлять будет сам режиссер Ева Азолина. И я думаю, что с первого же дня будет очень интересно посмотреть на реакцию зрителей. Я думаю, что это будет очень интересно. И в целом программа фестиваля очень насыщенная и интересная. Лала, как я понимаю, фильмы будут показываться на английском языке? Не только. Во-первых, хочу подметить, что будет фильм на азербайджанском языке. Его представляет швейцарское посольство. Это фильм азербайджанского режиссера. Помимо этого будут многие фильмы, некоторые фильмы будут с азербайджанскими субтитрами. То есть такие страны, как Великобритания, Израиль, Польша и так далее, они предоставляют фильмы вместе с азербайджанскими субтитрами. Я хочу добавить, что это прекрасная возможность для тех, которые изучают иностранные языки, смотреть фильмы на оригинальном языке. Когда еще можно посмотреть фильмы на латышском, на венгерском языке, на испанском языке, с акцентом из Аргентины или из Испании, на португальском языке. Это прекрасно для тех студентов, которые изучают иностранные языки. Это прекрасная возможность слушать все эти акценты и все эти языки. Орхан, я бы хотела задать вопрос вам. Как происходит отбор этих фильмов? Какая там система? Ну, отбор происходит так, что есть общая тематика. Это толерантность, это межкультурный диалог, это именно ценности европейские, это именно то, что может быть под этой шапкой Imagine. И все посольства, которые предоставляют фильмы, именно исходя из этой идеологии. То есть нельзя показывать, допустим, блокбастер или боевик под этой шапкой. Именно что тематика фильма должна соответствовать то есть борьба против ксенофобии, борьба против рацизма, борьба против национализма, борьба против ущемления прав. Именно под этим лозунгом проходит этот фестиваль, и именно фильмы должны соответствовать, и выбор этих фильмов должен соответствовать этой тематике. А вы не отбираете фильмы начинающих режиссеров? Мы отбираем фильмы начинающих режиссеров. Допустим, я хочу отметить одну вещь, что вот Ева Азалина, которая представит свой фильм, у нее два фильма. Первый фильм она презентовала в 2015 году, и этот фильм, который будет презентован в Азербайджане, он был снят в 2017 году. То есть это фильм уже начинающего режиссера. Денис, а какие социальные темы вы хотите затронуть? Главная тема в этом году, мы старались вводить тему идентичности. Вот каждый человек ищет свою идентичность. И идентичность может быть на основе религии, или может быть какие-то принципы. Это очень интересно посмотреть, как раз значение идентичности меняется со временем. Например, можем сказать, что сто лет назад быть французом было очень четко. Мы можем представить, кто француз, а кто не француз. Смотрите сегодня, француз может быть намного больше, может быть человек, который не имеет определенный цвет, не определенной религии. А это большой шаг, что уже то, что объединяет людей под одной идентичностью, это принципы больше, чем физические характеристики. Я думаю, что это очень-очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, многие зрители зададутся вопросом, почему именно Imagine? Imagine all the people. Все, наверное, мы слушали эту песню Джон Леннон. Конечно. Вот ответ. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вообще пришла идея создания такого фестиваля? Хороший вопрос. Как все остальные, конечно. Я бы сказал, что мы видели, что в Баку не существует фестиваль документального кино. И мы видели тоже, что большинство фильмов, которые показаны, это в основном развлекательные фильмы. И мы думали, что есть для нас какая-то роль поддержать диалог и дебат в обществе о теме, которая очень важна, как тема толерантности. Поэтому с поддержкой наших партнеров и вместе с азербайджанскими культурными деятелями мы придумали вот этот фестиваль. Но мы хотим, чтобы это был ежегодный фестиваль. И я думаю, что больше документального кино лучше для общества, потому что это кино, которое позволяет нас общаться, обменять мнениями и сближать народов. И думаю, последний вопрос. Какие у вас планы на будущее? Что планируете? Есть ли какие-нибудь цели? Для нас очень светлые проекты. Кроме этого фестиваля скоро начнем нашу программу по радио. Это будет каждые две недели. Это будет информационная и культурная программа о Европейском Союзе. В июне у нас будет так называемый Euro Village на Бульваре, где представлены тоже разные культуры Европейского Союза, разные культурные мероприятия. Будут танцы, будет развлекательная программа тоже. Будет очень интересно, концерты, танцы. Потом в октябре будет кинофестиваль, наш кинофестиваль, который тоже надеюсь, что будет очень интересно. И впервые у нас будут культурные мероприятия в Нахичеване. Поэтому у нас очень насыщенная программа и мы надеемся, что публика и в Баку, и в регионах поддержит нас. Спасибо вам большое за столь интересное интервью. А я хочу напомнить, что мы говорим о Европейском фестивале толерантности Imagine с первым советником представительства Евросоюза в Азербайджане Деннисом Даниэлидисом, менеджером по связям с общественностью United Couchers Орханом Набиевым, пиар-менеджером Парк Синема Лалы Олег Первой. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»